Итоги года подвели и в спортивной отрасли Славянского района. О том, что удалось достичь спортсменам и тренерам, а также о планах на будущее, нашей съемочной группе рассказал начальник управления по физической культуре и спорту Александр Прищепа. Я скажу, в целом год очень хороший. Это прежде всего, значит, достигнуто и перевыполнено плановые показатели по привлечению населения к занятиям физической культуры и спортом. Ну и, конечно, хорошие есть результаты в спорте высших достижений. Это прежде всего у нас 6 мастеров спорта по итогам года, 1 мастер спорта международного класса. То есть есть динамика роста членов сборных команд Российской Федерации, сборных команд Краснодарского края. Хорошие показатели в адаптивном виде спорта. В спортивных базах инфраструктуры это сдача сегодня в эксплуатацию спортивного центра единоборств «Медведь». Сегодня там идут занятия, сегодня уже работает режим расписания в этом центре единоборств. Это занятия такими видами, как самбо, греко-римская борьба, вольная борьба, тэквондо. То есть мы видим, что на месте мы не стоим и по улучшению структуры, и инфраструктуры спортивной. Это и площадки ГТО, в Петровском мы сдали площадку ГТО, это 46 тренажеров для развития комплекса ГТО. Кстати, он у нас тоже очень хорошо приживается. Есть сегодня хорошие показатели тех, кто зарегистрировался на портале ГТО, тех, кто сдает сегодня нормы ГТО. Сегодня есть желающие, кроме того, что учебное заведение, спортивные школы, ну и просто сегодня жителям предоставлена возможность сдавать эти нормы ГТО. Также большие работы выполнены на физкультурно-здоровительном бассейне «Дельфин». Это и крыша приведена в порядок, не до конца, но частично сделали, планируем в 2023 году сделать капитальный ремонт крыши. Ноу-хау у нас в этом году, я думаю, к концу года мы закончим детский бассейн. Это вот для детишек от ноля, скажем так, от рождения и до 6 лет дети смогут там заниматься. Ну, как заниматься? Там в основном это идет оздоровительная программа, это закаливание ребенка, это различные оздоровительные направления. То есть 2-3 человека будут заниматься в этом детском бассейне. Установлено также кондиционирование в бассейне. Доведен ремонт скейт-парка на территории бассейна «Дельфин». То есть это я говорю сегодня по улучшению спортивной базы, которая у нас выполняла за счет краевых средств, за счет федеральных и за счет местных. Также хотелось бы отметить освещение на искусственном поле в детской спортивной школе, специализированной по футболу «Виктория». Там у нас футбольное поле с искусственным покрытием эксплуатируется до позднего времени, поэтому было принято решение вместе с главой муниципального образования заменить там освещение. Там полностью заменено. Также в спортивном зале для детишек, там занимается самая младшая группа футбола, заменено напольное покрытие. Сегодня положили современное покрытие. Это за счет средств муниципалитета. Там более полтора миллиона рублей потрачено. Ну и на многие другие вещи. Это и обновление тренажеров в спорткомплексе «Олимпийцы», в спортивной школе «Дю США номер один» Веста Мислава Терентьевича Шевченко. То есть работы выполнялись в течение всего года, пополнялось инвентарем, пополнялось оборудованием. Если взять цифру, в целом 221 миллион ушел на отрасли физической культуры и спорта. Здесь все. Это оплата молодым специалистам и заслуженным тренерам. И ремонт сегодня здесь, и углубленное медицинское обследование немаловажно. Сегодня мы ставим на современное, потому что не каждый родитель может сегодня найти деньги для обследования, но сегодня выделяет государство. От 6 до 8 тысяч на одного спортсмена. Это тоже очень хорошее подспорье. То есть мы детей должны, прежде чем нагружать в спортивных тренировочных группах, мы должны знать состояние на сегодняшний день его здоровья. Есть еще и ряд задач, которые мы наметили на 2023 год. Это улучшение базы для экономической гребли, строительство тренажерного зала. Это окончание строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, но функционально в станице Петровской. Это оканчивается строительство спортивной базы на хуторе Бараниковском. Я думаю, что к середине января мы ее закончим и запустим в эксплуатацию. Это и туристическая полоса на стадионе имени Николая Петровича Бурлака, и беговая дорожка на этом стадионе, и административное здание, и трибуны. Это все нужно приводить в соответствующий порядок, чтобы уже стадион закончить со всеми ремонтными заработами. Строительство спортивной площадки в поселке Рисовом. У нас в каждом поселении есть площадка нашего двора, там на функциональной площадке. В Рисовом ее нет, но мы заявили, документы мы отдали. Планируем, что в 2023 году нам удастся эту площадку построить. Это строительство зала бокса, мы документы уже подали в краевую, вроде бы, ничего опережать, конечно, событий не будем. Зал этот будет носить имя нашего чемпиона мира Сергея Владимировича Водопьянова. Строим мы этот зал на территории легкоатлического манежа Олимпийц, планируем строить. Также там планируется строить легкоатлический стадион для открытое плоскостное сооружение, для проведения соревнований различного уровня, и также учебно-тренировочного процесса. И строительство планируем, площадки для городочного спорта. В Барениковской мы в этом году построили, сдали площадку и планируем еще построить поселки Совхозно на территории спортивной школы Дю США Виктория. Сегодня все возрасты, начиная от пенсионного, заканчивая детьми дошкольного возраста, имеются у них возможность прийти и записаться в любую. Учебно-тренировочные занятия проводятся у нас во всех школах на бесплатной основе. Спасибо большое за это администрации муниципального образования. Тренеры выполняют те задачи, которые мы им ставим. Тренеры сегодня работают на хороший результат. Проводилась от спартакеада 11-летняя в зачете общекомандного в 12 видах спорта. Мы более 20 лет занимаем первое место в этой спартакеаде. Это тоже заслуга тех ребят, тех тренеров, которые работают.